Научный прорыв японских генетиков. Ученые сумели вырастить зубы из стволовых клеток. Они абсолютно как обычные, с эмалью, нервами и кровеносными сосудами. Правда, пока и клетки, и зубы мышиные. Но генетики уверены, что скоро технология пригодится и людям. По сути, это большая победа науки в экспериментах по выращиванию жизненно важных органов. Репортаж Сергея Менгажева. Глядя в микроскоп, сотрудники лаборатории тончайшими резцами разделывают уникальный биологический материал. Они расщепляют кусочки клеточной ткани, взятые у зародышей мышей. Это стволовые клетки. Их особенность — при определенных условиях трансформироваться в различные органы и ткани. Здесь из них делают зубы. Пока, правда, только для грызунов. Полученные клетки мы содержим в жидком азоте. При температуре минус 168 градусов они могут храниться практически вечно. Считается, что за стволовыми клетками будущее трансплантологии, потому что выращенные из них органы идеальны для пересадки. Однако реализовать это на практике еще никому не удавалось. Японские исследователи нашли особую комбинацию клеток эмбриона. Несмотря на лабораторное происхождение, выращенные зубы называют живыми, потому что после пересадки они ничем не отличаются от природных. Та же эмаль, нервные волокна и кровеносные сосуды. Это специальный питательный раствор. Таким образом я добавляю его в емкости с клеточным материалом, чтобы создать благоприятную среду для формирования зубной ткани. Процесс начинается сразу. Клетки делятся и причудливо смешиваются друг с другом. Профессор Такаси Цудзи говорит, что самым сложным было придать зубу нужную форму. Чтобы он не разрастался вширь, использовались специальные пластиковые кольца. Такая тепличная стадия выращивания зуба продолжалась ровно месяц. Затем, как саженец, его погрузили в десну. Вживление заняло еще около 40 дней, после чего пациент вновь обрел способность полноценно грызть семечки и кусать лаборанток за пальцы. Концепция наших исследований заключается в том, чтобы целиком воспроизводить органы или ткани, которые обладают всеми необходимыми качествами и полноценно функционируют сразу после пересадки. Успешные результаты опытов с получением зубов демонстрируют, что этот способ реализуем на практике. В настоящее время исследователи заняты усовершенствованием новой технологии. Это еще один пример репродукции органов и тканей. Несколько зубов выращены на одной костной основе. Здесь вы видите четыре зуба, но их может быть и пять, и шесть. Предполагается, что применение такой технологии в медицине позволит восстанавливать пациентам зубы, пересаживая их не по одному, а сразу целыми группами. Успех японских ученых называют первым серьезным шагом к открытию принципиально нового этапа развития репродуктивной медицины. Однако, когда станет возможным выращивание живых трансплантантов для лечения людей, специалисты, сказать, затрудняются. По их словам, технически этого можно добиться уже через 20 лет. Однако здесь еще остается этическая сторона вопроса, окончательный ответ на который дать пока никто не может. Сергей Менгажев, Алексей Печко. Вести Токио. Япония.